Доброе утро! Наш эфир продолжается. И сегодня к нам на праздничный эфир пришли замечательные гости. Это уральские богатыри Александр Воронкин и Владимир Михеев. Доброе утро, мужчины! Доброе утро! Ну, во-первых, с праздником! Вас тоже поздравляю. Расскажите, как обычно проходят ваши 23 февраля? Ну, обычно оно проходит в работе. Работаем. То есть отмечать некогда, но подарки-то дарят? Ну, подарки дарят. Мы сегодня своеобразную статистику ведем подарков на 23 февраля. Вот Максиму выяснили, регулярно дарят носки. Как у вас с регулярными подарками на 23 февраля дела? Грелки! Да всякое разное. Сегодня, допустим, заехали, готовились к эфиру, заехали в магазин, хотели купить гвозди, а нам говорят, ну, сможете загнуть гвоздь на 250? Я говорю, ну, как бы попробовать можно? Он говорит, ну, согнете, и я вам подарю его, ну, бесплатно, гвоздей. Удовольствие? А в каком выглядит гвоздь на 250, простите? Обычно. Такая бандурина? Обычно руками взял, согнул. Дядька был в шоке и подарил нам гвоздей на 350 рублей. Серьезно? Спасибо. Ну, так замечательно. Ну, вы же пришли... Прости, пожалуйста, что я не отдаю тебя разговаривать с гостями. Ничего, ничего. Вы пришли к нам не с пустыми руками и готовы нас и наших телезрителей сегодня чем-то удивить. Вот я про гвоздь не хотел Сашу попросить. Саша, а ты можешь прямо в прямом эфире загнуть этот гвоздь на 250? Ну, сегодня у нас не на 250. Так, то есть это гвоздь на 200? Этот на 200, да. Мне кажется, у вас там что-то специальное должно быть в перчатках. Нет, у меня есть еще один гвоздь на 200. Так, это подарок будет мне на 8 марта. А мой, скоро? Вообще, это может быть задание простое, так сказать, на проверку силы. Подожди, подожди. Это хендмейд, тебе делают украшения. Украшения в честь 23 февраля, 8 марта. Так ведь он и сломать, мне кажется, его запросто может. Он может. Это красиво для бусиков. Я думаю, что это такое на шее украшение. Слушайте, как брутально получилось. А гвозди-то настоящие? Конечно, настоящие. Даже я не вижу. Нет, не получится. Слушайте, и можно я заберу, да? Вы не против? К 8 марта подарок. Юля, я тебе еще интересный факт расскажу. Вот Александр Воронкин, мы с ним достаточно давно знакомы. Он может построить дом даже без молотка. Без молотка, без топора, без стамески и долок. Голыми руками? Голыми руками. Он гвозди забивает с доски прям голыми руками. Александр, правда ли, говорит Максим? Покажи, покажи, покажи. Это будет интересно не только Юлю, но и всем телезрителям. Вот такая у нас доска. Ну, не знаю, она сороковка или тридцатка. И вот такие у нас гвозди, которыми можно построить дом. Гвозди опять настоящие, дорогие друзья. Настоящие, конечно. Та-да-да-дам. Ой, мамочки. Ой, уберите детей от экранов. Насквозь. Вот это да. Голой рукой, Максим. Ну все, считай, дом построили. А если необходимо будет вытащить его обратно? Ну, мы это делаем без плоскогубцев. Без плоскогубцев? А с чем? Руками? Нет, смотри, Юля. Зубами! Браво! Слушайте, а какой номер для начинающих силачей самый простой? Ну, самый простой, это, наверное, азы. С детства, со школы, с первых классов, поищать физкультуру, заниматься каким-то физическим спортом, подтягивания, брусья. Это как бы все укрепляет мышцы, и все можно... А тяжести тоже нужно поднимать? Начиная с, не знаю, там, с килограмма и заканчивая. Вот какой самый большой вес, Саша, ты поднимаешь? Ну, зубами самый большой вес я поднимал 115 килограмм. 115 килограмм? Юля, ты сколько весишь? Ну, я чуть-чуть поменьше 115 килограммов. А давайте, вы можете Юлю поднять? Сегодня я... Володь, ты можешь Юлю поднимать? Давайте-ка посмотрим, как наши силачи смогут... А Володе можно доверить целую меня? Можно, мы ему доверяем. Смотри, какое у него чистое, открытое лицо. Владимир, ну пойдемте им сдаваться, тогда что делать? Так, что понадобится от меня? Для вас понадобится встать вот сюда. И помощь... Барабанная дробь... Так, ко мне лицом, чтобы видно было, что... Так. А вы крепко меня завязали? А точно? Нет. А платье кто мне держать будет? Здесь держать? Да, крепко. Ой, я боюсь. Юля, главное, не бояться. Максим, ну ты хотя бы поддержи меня. А вы страхуете, да? Да, я буду страховать юбку. Ну, дорогие телезрители, что не сделаешь ради любимой программы, тем более в праздничный эфир ради всех мужчин Свердловской области. Я готова. Ой, мамочки! Держит зубами, настоящими зубами меня всю. Ой, я живая. Зон, ты целый, улыбнись. Смотри-ка, хорошо получилось. Максим, вот ты там сидишь, помалкиваешь, а мог бы уже начать тренироваться, между прочим. Я хотел передать привет всем стоматологам в Свердловской области. Вообще, какие у вас самые, ну, я не знаю, распространенные травмы силачей? Ну, зубы все на месте, вроде все свои. Значит, с этим все хорошо. Может быть, какие-то ушибы, может быть, царапины бывают? Да, вот мне делали операцию прямо перед новогодней ночью, выступал, повредил руку. Конечно, травмы случаются всегда в спорте, и это надо не бояться, и нужно заниматься. Во-первых, разминка очень важна, ну, и техника безопасности. Приложил грелку, и все, а потом ее в студию принесли. Зачем грелку-то принесли? Для трюка показать. Есть, есть что-то с грелкой? Да. Саша, ты можешь показать? Давайте прямо сейчас. Что ты здесь делаешь? Куда ты ее прикладываешь? Слушай, а грелка самая обычная? Обычная? Та, которая продается в аптеке. Да, на три литра. Так. Берется грелка на три литра, берется большой силач с большими легкими, и начинает надувать. Юля, это тебе гвоздику сейчас еще шарик надует. Слушайте, так она прям лопнет. Праздничный салют в честь 23 февраля в эфире Утро ТВ. Просим остальных мужчин не стараться повторить. А Александр Воронкин делает это волшебство какое-то. Хотя какое волшебство? Это же ведь какое мужество нужно иметь и силу характера, и легких. Силу духа. Браво. 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 23 февраля, дорогие друзья, и вас, и тебя, Максим, и вас, наши телезрители, поздравляем. Спасибо большое, что пришли. Напомним, что у нас в студии, в этот праздничный эфир, были Александр Воронкин, Владимир Михеев, уральские богатыри. Настоящие защитники отечества, настоящие мужчины, настоящие уральские богатыри. Ну, а нашу программу мы продолжим буквально через пару минут. Всех с праздником. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...